И всем привет друзьям и пацанам ютуба у микрофона Максимус И сегодня я расскажу вам о всех предстоящих кошмарах Которых мы увидим в следующих уровнях такой игры Как Dark Deception Обязательно ставим лайки, а то вдруг забудете потом поставить В общем-то, давайте же приступим Итак, сегодня мы поговорим с вами о всех кошмарах Которых мы встретим в игре Dark Deception Об обезьянах, агате, золотых стражах, а также утенке и клоуне Мы говорили с вами в прошлых видеороликах Которые вы можете посмотреть, глянув подсказки Или же в конце ролика нажать на плейлист со всеми теориями по этой игре У нас же остались кошмары четвертой и пятой главы Уже имеется немного информации об этих кошмарах Которую я и расскажу вам в этом видеоролике Начнем с персонажей четвертой главы Которых мы также можем увидеть на постере Мы можем увидеть целых пять кошмаров Некоторых из которых мы сможем увидеть сразу на одном уровне Пример тому три аниматроника животных А именно заяц по имени Лаки Свинья по имени Хангри И курица по имени Пенни Пойдем же по порядку, чтобы рассказать про каждого из них Лаки выглядит как обычный костюм желтого зайца С большими глазами, зубами и более яркими цветами на лице, животе и ушах Он носит светлые перчатки и светло-фиолетовую галстук-бабочку Но в другом виде у зайца появляются металлические красные глаза И человеческие гнилые зубы Предполагается, что подобный вид он обретает во время погони за главным героем Или же когда начинается стадия агрессии Хангри также выглядит как обычный дружелюбный костюм свиньи С большими глазами У него наблюдается немного крови вокруг рта Отсутствие зубов, большая морда и футболка с надписью Я люблю ребра В другой форме один глаз Хангри становится красным Но это наблюдается только с правым глазом Левый глаз остается в нормальной форме В состоянии агрессии вся его нижняя челюсть отсутствует Обнажая металлические человеческие зубы и десны Пенни также является на внешний вид обычным дружелюбным костюмом курицы С большими глазами, длинными ресницами, желтым клювом, квадратными зубами, оранжевыми лапами и заметным румянцем на ее щеках В другой форме ее правый глаз становится красным, как у Лаки и Хангри А сбоку можно заметить большое отверстие, обнажающее ее внутренний скелет Если говорить о локации и о способностях этой тройцы, то тут мы даже и представить не можем Будет банально назвать место их обитания зоопарком Так что тут нам остается лишь ждать новых новостей про них, а также и новых постеров от разработчика в твиттере А теперь перейдем к следующему персонажу, которого мы встретим в четвертой главе и которого мы также наблюдаем на постере И это медсестра Такое прозвище носит этот кошмар На ее голове находится маска с медицинским крестом Есть предположение, что она носит с собой сумку Больше информации по ней нету, но была интересная догадка Ранее предполагали, что данного кошмара зовут Мэри, но вскоре разработчик сообщил, что у медсестры вовсе не такое имя Оставшуюся информацию о локации и опасности нам остается только ждать Последний кошмар, которого мы наблюдаем на постере, это медвежонок Он является кошмаром восьмого уровня И предположительно, вместе с ним за нами будет гоняться также и панда Тедди Кстати, набросок панды вы могли наблюдать в моем прошлом ролике по Dark Deception Который вышел еще в прошлом году Итак, медвежонок, как мы можем понять по постеру И его оригинальному имени Дедди Бир Является чучелом медведя с устрашающими чертами кошмара То есть это пустые глаза, человеческие зубы и швы А если говорить о панде Тедди, которая как и медвежонок Является чучелом медведя со швами, пустыми глазами и дыркой в животе Из подробностей внешнего вида можно выявить пачку и бантик на ее голове Это вся информация, что мы имеем о персонажах четвертой главы Остается ждать роликов от разработчика про кошмары третьей главы А также различные тизеры и постеры Про пятую главу ходят лишь слухи и догадки Говорят, что кошмаром девятого уровня будет некий манекен О котором нам известно практически ничего Только имя и некоторые упоминания Моделька пока что отсутствует А вот о кошмаре десятого уровня ходит очень большое количество догадок Многие предполагали, что заключительным в кавычках кошмаром Будет либо Малак, либо Бирс Это подняло настолько огромный шум, что через какое-то время Разработчик в твиттере опроверг эту теорию, сообщив Что картинка, на которой мы могли наблюдать портал с лицом Бирс Является старым артом А портала Бирс, как такового, вовсе нету и не будет Поэтому кошмар десятого уровня остается для нас всех огромной загадкой Но есть также и интересные новости, которые рассказал сам разработчик Во-первых, в игре будет не 10, а целых 11 уровней А это значит, что мы даже понятия не имеем Что будет в 11 уровне и какой кошмар там будет присутствовать Во-вторых, разработчик сообщил подробности об одном из уровней Который будет проходить в полицейском участке Факт этому, это видеоролик, где в программе 3D моделирования Нам показывают модельки компьютеров, офисных шкафов, диванов и столов И среди всех этих вещей была награда Со знаком орла и словами благодарности За заслуги Какие именно заслуги, мы точно сказать не можем Но это уже дает некую информацию о будущей местности А какой же кошмар будет на этой локации Среди всех набросков остался один кошмар Который идеально подходит под локацию полицейского участка И имя этого кошмара – паук-свинья Внешне, его верхняя часть тела – это тело свиньи С большими глазами, маленькими кровавыми зубами и большими руками В то же время, его нижняя часть состоит из туловища паука и шести лап Паук-свинья имеет пояс и значок В агрессивном виде он выглядит так же, только с более маленькими красными глазами и обрубками рук На третьем эскизе мы можем заметить, что его внешность стала более устрашающей Зубы вращаются вокруг большой пасти, а руки вовсе отсутствуют Поведение неизвестно, но есть догадка, что на локации с полицейским участком Будет так же и существо-стервятник в полицейской форме, которого мы так же видим на эскизе Ну а мы подходим к концу нашего ролика Вы услышали некоторую информацию о предстоящих кошмарах А так же и догадки с теориями о новых уровнях и существах Которых мы встретим в Dark Deception Поставьте на этот ролик лайк, подпишитесь, если вы не хотите пропускать ролики по этой игре И так же пишите свои комментарии по поводу того, что вы услышали из этого видеоролика Так же можете написать свою догадку или же теорию Я обязательно прочитаю Ну и смотрите описание со всеми ссылками на соцсети и плейлисты с другими теориями по другим играм Ну а вы не забывайте, что у микрофона был Максимус И на этом я с вами прощаюсь Всем хорошего настроения, всем бай-бай, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok